А вот мы находимся в их историческом трамвайчике, который ходит по Новому Орлеану. Выглядит это внутри вот так. Меня просто спрашивали, как это будет трамвайчик и как они внутри выглядят. То есть на этом трамвайчике можно доехать до Френч-Котта и вообще трамвай, они весь центр практически проходят, проезжают. А мы были в Ботаником Гарден, но трамвай здесь ходит очень-очень медленно. Очень медленно. Вань покупает билет, за двоих мы заплатили 3 доллара. Ну что? Ну, в общем, что я могу сказать? Во-первых, в этих трамвайчиках перемещаются в основном туристы. Это, по сути, туристический аттракцион. И водители к туристам очень френдли. В общем, все объясняют, могут остановиться, даже задержать трамвай с тобой поговорить и так далее. В общем, чтобы уехать одну поездку, ты платишь доллар 25. И ты можешь эту поездку совершить на нескольких трамвае. Есть станции пересадки, и ты получаешь такие билеты, которые будут действительны и в следующем трамвае. А если ты хочешь на целый день, то ты платишь 3 доллара и ездишь в течение дня на эти трамвайчиках. Итак, значит, что такое Новый Орлеан? Новый Орлеан – это город, который затапливает огромная влажность, болотистая местность. Река Миссисипи, вампиры, Энрайс, столица джаза, Луи Армстронг. Куча-куча каких-то историй мистических. Есть куча здесь зданий, в которых якобы живут спирит, то есть духи и так далее, и так далее, и так далее. Это столица буддизма, Вуду, то есть знаменитая жрица Вуду Мари Лаво. Смотрите, также у меня на YouTube-канале есть, значит, ролик про музей буддизма. Огромное количество черепах, ну вот вы, наверное, видите, не видите, я сейчас попытаюсь вам показать. Вот, и в принципе, вот этот вот знаменитый фильм, значит, о вампирах, как он называется еще раз с Брэдом Питтом? Там интервью с вампиром, да, это показывали стат Луизиану, друзья. Вот, Энрайс, знаменитая писательница, которая написала кучу просто книжек о вампирах, там, королева проклятых, там, интервью с вампиром. Она тоже здесь живет, тоже есть это вампирское кладбище и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Что мы еще можем сказать про секреты? В общем, главное это не зацикливайтесь на French Quarter и Canal Street, где расположены все казино, потому что Новый Орлеан, как город, действительно может предложить многое. Это и парки, это и музеи, это и аквариум. Плюс ко всему здесь проводятся экскурсии на болота Луизианы и на плантации исторические. И есть здесь очень красивый и экзотный зоопарк именно в стиле Луизианы, где в частности есть экспонат под названием Болотный монстр. Есть здесь очень красивый старый университет под названием Loyola University, который стоит посетить и посмотреть. В общем, не зацикливайтесь на главном туристическом месте и вообще, на мой взгляд, лучше поселиться не во French Quarter, а в Garden District. Это исторический богемный район Нового Орлеана, где будут и исторические здания, и деревья, цветы, сады, и рестораны уже для местного населения, а не для туристов, которые более заточены на то, чтобы люди к ним возвращались и работают лучше. Также хочу сказать, что кроме Нового Орлеана в Луизиане нет интересных городов. И второй по величине город Ботон-Труш и остальные населенные пункты, они уже не такие любопытные. Эстетические, эстетические. Поэтому, когда вы посещаете Луизиану, планируете только Новый Орлеан, сами жители в большинстве своем обязательно исповедуют культуру города, в котором они живут. И сами жители являются и частью города, и частью его как туристического аттракциона, потому что они продолжение своего города обязательно. Да, они вписаны очень хорошо, энергетически вписаны в этот город. То есть то же самое происходит с Новым Орлеаном, то же самое. Все немножечко как бы связаны с джазом, все немножечко связаны с вуду, все немножечко связаны с ночной энергетикой. Я из Франции покажу девчонок из частной французской школы. Вот, допустим, девчонки из частной французской школы. Напоминаю, что Новый Орлеан – это бывшая колония Франции, еще до Соединенных Штатов, до создания этой страны, как Соединенные Штаты, да? Потому что Штаты – это страны, как бы переводится, да, Вань? Вот как-то так, Соединенные Страны даже, вот, получается. Вот, потом это все ушло, но французский какой-то стиль, он остался. Второй главный период для Нового Орлеана после Мартигра – это Хэллоуин. Да, это традиционное место для проведения этого праздника. Но Мартигра, конечно, мы не застали совсем уж это Мартигра, но мы ходили по улице Бурбон, стрит, где он проходит, и там не меньше, там куча-куча народу. Было видно, что и путаны, и барабаны, и все, что угодно, все, что присутствует вот к какому-то такому постоянному веселью, празднику и так далее. Что еще нужно сказать, друзья, в заключении, потому что у нас сегодня последний день в Новом Орлеане. Это, как бы, такой завершающий ролик о Новом Орлеане. Другие ролики посмотрите у меня на YouTube-канале, тоже из Нового Орлеана. Концерт на Роял Стрит. Такое ощущение, что черныши созданы буквально для часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Это вот Новый Орлеан. Прощаемся мы с новым океаном, джаном, тренч фото, фото, тренч фото. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы считали, что как свет от звезды идет, когда она уже погасла, так и слава городов доходит до нас тогда, когда города уже изменились. В Нью-Йорке сейчас совсем не то, что о нем говорят. Это же самое касается Маяни. И вот, например, чем еще очень знаменит Новый Орлеан, это кухня. И считается, что здесь просто какое-то ресторанное эпикурейство происходит. В общем, кто-то ухитряется даже специально сюда ехать, чтобы ходить по ресторанам. Но на самом деле мы уже дважды дней по 10 подряд пробовали. И вот люди стоят в ресторанах. Да, вот такая очередь. Представьте себе. Мы уже дважды дней по 10 подряд пробовали всякие рестораны. И мы нашли там полтора, скажем так, подходящих. А в основном оставались разочарованными и потраченными. Да, вот еще одна очередь. Вы видите сей-фуд ресторан, и вот стоит очередь. Он не был настолько туристическим, когда был настолько развит именно мировой турист, завязанный и на США в том числе. Здесь действительно была французская кухня, когда они на торге готовы, готовы, позади для тебя и так далее. А когда 500 человек в ресторан стоит, то о тебе будет как-то там заботиться. Да. Ну, в общем, все равно очень много веселья, очень много фана, очень много разной еды, ресторанов, баров, выпивки, людей каких-то интересных и всего на свете. Поэтому приехать сюда я рекомендую. Это стоит напиться, накуриться, обтанцеваться на этих улицах. Сейчас мы подойдем, покажем что-нибудь интересное. Вот давайте зайдем в один из клубов и покажем вам, как это выглядит. Вот и вы гуляете, идете, заходите. И вот вам современный Луис Армстрам танцует. Сколько играет он и танцует, что-то современное. Вот так вот, друзья. Пошел расколбасу. В общем, жизнь. Ночная жизнь бьет ключом. Отовсюду идет музыка. Едят сэндвичи, хот-доги пьют пиво. Какими-то тоннами просто. И джаз, выпивка и все остальное. Сейчас мы подойдем, покажем вам и закроем на этом трансляцию. Ну, все, друзья. На этом скажем новому Арняну до свидания.